Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 никак себя не зарекомендовал, и является одним из худших созданных бомбардировщиков в истории. Первая отрицательная причина заключается в том, что все пилоты Ту-22 поголовно становились алкоголиками. И это происходило из-за некоторых особенностей конструкции. Одновременно с этим, множество пилотов хотели летать на Ту-22 именно по этой причине. Почему Ту-22 прозвали сверхзвуковой алкоголик, или сверхзвуковой бухлоносец, слушайте дальше в этом выпуске. За подачу воздуха в кабину, отвечала определенная система. Она была соединена с компрессором авиадвигателя, и при достижении сверхзвуковых скоростей, проходящий воздух сильно нагревался. В итоге кабина превращалась в сауну с очень высокими температурами. Чтобы решить эту проблему, внутри установили специальный испаритель, который охлаждал воздух за счет испарения жидкости внутри бака. Эта жидкость представляла собой смесь по известному всем рецепту, 40% этилового спирта, и 60% дистиллированной воды. То есть Ту-22 вез на борту огромный бак чистой водки. Он мог вмещать до 400 литров очень популярного напитка. Экипажи бомбардировщиков прекрасно знали об этом, и летчики записывались в длинные очереди только для того, чтобы служить на борту Ту-22. Теоретически алкоголь должен испаряться во время полетов. Однако пилотам было очень жалко таким халатным образом испарять водку. Поэтому они отключали испарительную камеру, и во время полета летели практически в сауне, с температурами достигающими 60 градусов. Сразу после приземления, жидкость быстро разливали по емкостям. Особой популярностью пользовались грелки, позволяющие тайно провести до 3 литров драгоценного вещества. Грелки обматывали вокруг себя, а сверху одевали летные куртки. Такая водка получила особое название шпада. Из-за такой доступности 40-градусного напитка, 99% летчиков Ту-22 становились алкоголиками. Не знаю точно, есть ли такой бак с живительным напитком в более современных версиях, которые используются на России. Однако в наших Ту-22 такие точно были. Известно, что из-за массового алкоголизма среди пилотов, пытались предпринимать меры. В частности, уменьшили объем баков, но это особо ничего не решило. А на некоторых авиабазах, вообще не заправляли 40-градусный напиток в самолет, и практически заставляли пилотов принимать баньку в воздухе. Как вы понимаете, высокие температуры приводили к частым сбоям в электронике, а также поломке оборудования. Кроме прочего, у пилотов Ту-22 зачастую распадались семьи на почве алкоголизма. Отмечается, что Ту-22 очень сложный в управлении, самолет постоянно теряется, если бросить штурвал. А его скорость далеко не отвечает заявленным. Так что Ту-22 до сих пор считается одним из худших бомбардировщиков в истории.